Здравствуйте, меня зовут Мария Осипова. Мы находимся в музее Фаберже, в синей гостиной Шуваловского дворца. Раньше этот зал служил парадным салоном своим владельцам, а сейчас здесь собрана крупнейшая коллекция пасхальных яиц работы Фаберже. И все эти произведения удалось вернуть на родину благодаря усилиям Культурно-исторического фонда «Связь времен». Музей Фаберже запускает цикл, посвященный выдающимся мастерам компании Фаберже. И сегодня мы поговорим о Михаиле Евлампевича Перхине. В его мастерской было выполнено 28 из 50 императорских пасхальных яиц. Михаил Евлампевич Перхин родился в 1860 году в Ланецкой губернии в деревне в 35 километрах от Петрозаводска. Когда ему было 17 лет, он приехал в Санкт-Петербург и обучался, скорее всего, у Владимира Финникова. Это главный мастер ювелирной компании «Иболин», известный тогда на весь Санкт-Петербург. Затем Перхин сдал экзамен на мастера золотых дел, и с середины 80-х он начинает сотрудничать с компанией Фаберже. Благодаря содействию фирмы Михаилу Евлампевичу удалось открыть свою собственную мастерскую, которая впоследствии в 1901 году переехала в дом Карла Фаберже на Большой морской 24. В 1894 году в мастерской под руководством Михаила Перхина было выполнено пасхальное яйцо, которое император Александр III на Пасху преподнес своей супруге императрице Марии Федоровне. Яйцо шкатулка «Ренессанс» выполнено из белого молочного агата. Оно обрамлено в драгоценную оправу, которая украшена цветными эмалями, рубинами и бриллиантами, а в верхней части пасхального яйца располагается дата его изготовления, выложенная бриллиантами – 1894 год. Предположительно, сюрпризом пасхального яйца «Ренессанс» было другое яйцо – Воскресение Христово. Оно выполнено из горного хрусталя и помещено на подставку, которая украшена цветными эмалями и жемчугом. В хрустальном яйце располагаются фигурки воскресшего Иисуса Христа и ангелов, украшенные эмалями. В 1895 году, после смерти императора Александра III, мастерская Михаила Перхина ежегодно создавала два пасхальных подарка. Николай II заказывал два яйца. Одно предозначалось матери, а второй – супруге, императрице Александре Федоровне. И перед вами яйцо-бутон розы. Это первый подарок, который Александра Федоровна получила после свадьбы от своего любящего супруга, и яйцо стало своеобразным признанием в любви. Его золотая скорлупа, покрытая эмалью, насыщена красного цвета. На поверхности расположены стрелы, амуры и цветочные венки, которые символизируют нерушимость брачных уз. Сюрпризом этого яйца был небольшой бутон розы, покрытый эмалью желтого цвета. Нажатием на драгоценную кнопку лепестки этого бутона раскрывались, и внутри Александра Федоровна могла найти драгоценную корону, которая, к сожалению, не дошла до наших дней. В 1897 году на Пасху императрица Александра Федоровна получила в подарок коронационное яйцо, которое было выполнено в мастерской Михаила Перхина. Это произведение было выполнено в память о коронации, состоявшейся годом ранее. Скорлупа яйца удивительным образом напоминает золотую парчевую мантию, в которую Александра Федоровна и ее супруг были облучены во время коронации. Такого эффекта удалось достичь за счет того, что на золотую поверхность наносится узор гильеж. Это словно лучи, расходящиеся от центра. Поверх нанесена золотая полупрозрачная эмаль, поэтому кажется, что перед нами настоящая колышущаяся ткань. Поверх эмали располагаются изображения двуглавых орлов, украшенные черной эмалью и бриллиантами. Сюрприз этого яйца – миниатюрная копия коронационной кареты. Она выполнена с невероятной точностью. У кареты открываются дверца, на окнах из горного хрусталя можно увидеть выгравированные занавески, откидывается подножка, а если карету подтолкнуть, то она будет ехать, поскольку колесики у нее крутятся. На Пасху 1898 года императрица Александра Федоровна получает пасхальное яйцо «Ландыши». Скорлупа этого драгоценного произведения, украшенной эмалью розового оттенка, здесь присутствуют и ландыши, любимые цветы императрицы. Они изготовлены из жемчуга любимого материала Александры Федоровны, она нередко получала жемчужные подарки от своих родных и близких. Это уникальный случай обращения мастеров компании Фаберже к стилю модерн. Александре нравился этот стиль, таким образом были отделаны многие из ее жилых интерьеров, но он не нашел признания в России. Сюрприз этого пасхального яйца – три изображения самых дорогих и близких Александры Федоровны. Здесь присутствует портрет мужа и двух старших дочерей – Ольги и Татьяны. Обычно эти акварельные изображения находились внутри пасхального яйца, но нажатием на жемчужную кнопку они поднимались в верхней части и раскрывались в виде трелесника. Напоминаю, что каждый год в мастерской Михаила Перхина изготавливалось два пасхальных подарка. Один для Александра Федоровны, а другой для матери императора Николая II Марии Федоровны. И перед вами произведение 1900 года «Яйцо петушок». Этот пасхальный подарок снабжен часовым механизмом, и вы можете увидеть циферблат, который украшен жемчугом, бриллиантами и цветными эмалями. Сюрприз этого пасхального яйца – петушок, украшенный настоящими птичьими перьями. Мария Федоровна любила птичек, об этом, вероятно, было известно мастерам компании Фаберже. Этот петушок каждый час появлялся из-под ажурной крышки, хлопал крылышками и кукарекал. Яйцо, украшенное эмалью, насыщенно фиолетового цвета, а на подставке вы можете увидеть большие переливающиеся бриллианты. Обладателями пасхальных яиц, созданных в мастерской Михаила Перхина, были не только члены императорской семьи. В 1898 году яйцо-курочка было изготовлено для купчихи, наследницы золотопромышленных приисков Варвары Петровны Базановой. Это произведение напоминает самое первое императорское пасхальное яйцо, но предмет, созданный для купчихи, гораздо более роскошный. Скорлупа яйца украшена эмалью, насыщена алого цвета, она усыпана бриллиантами. Внутри драгоценной скорлупы помещается курочка, украшенная полупрозрачными охристыми эмалями. Внутри курочки находился небольшой мольберт со складными ножками. Первоначально там помещался портрет самой купчихи, но, к сожалению, он был заменен позже на изображение цесаревича Алексея для того, чтобы выдать это яйцо за императорское, тем самым повысив его стоимость. Помимо пасхальных яиц, в мастерской под руководством Михаила Перхина создавались и другие драгоценные предметы, которые использовались романовыми как подарки. Об этих произведениях мы поговорим в золотой гостиной, которая служила парадной столовой, бывшим обладателем Шуваловского дворца. Рамка, выполненная из горного хрусталя с портретом императора Николая II в мундире лейб-гвардии гусарского полка, была подарком для матери императора, императрицы Марии Федоровны. Эта драгоценная рама смонтирована из фацитированных пластин горного хрусталя, она украшена эмалевыми вставками с изображениями бриллиантовых монограмм и аллегории искусств. Оригинальный подарок работы Михаила Перхина император Николай II получил в 1898 году от своей супруги, императрицы Александры Федоровны. Золотой портсигар отделан необычным материалом – пробковым деревом. На его поверхности вы можете рассмотреть бриллиантовые цветы, внутри которых вставлены акварельные портреты двух дочерей Николая II, Ольги и Татьяны. Создание фантазийных предметов, так называемых «абжеды фантази», было одной из важнейших сфер деятельности компании Фаберже. Эти ювелирные безделушки пользовались огромной популярностью высокопоставленных клиентов компании, и они также создавались в мастерской Михаила Перхина. Одним из ярких примеров подобного рода произведений может служить золотая корзинка. Она выполнена из тончайших золотых проволочек, эта корзинка доверху наполнена мхом из зеленого золота, ландыши, изготовленные из жемчуга, а листочки из нефрита. Эта корзинка принадлежала внучке великого князя Владимира Александровича Марине Кенской. Подобная корзинка с ландышами была и в коллекции нашей императрицы Александры Федоровны. Она обожала эти цветы, и, как вы помните, Михаил Перхин неоднократно в своем творчестве обращался к мотиву ландышей. И совсем недавно мы с вами говорили о яйце ландыша, которое также принадлежало Александре Федоровне. В числе фантазийных предметов, представленных в коллекции музеев Бирже, есть фигурка слоника, выполненная из дымчатого кварца. Слоник несет на спине боевую башню, украшенную драгоценными камнями. Этот предмет связан с императрицей Марии Федоровной. На родине императрицы в Дании одной из важнейших государственных наград является Орден Белого Слона. И главный мастер компании Фаберже Михаил Перхин выполнил авторскую вариацию этого ордена. И в 1893 году, во время одной из поездок Марии Федоровны в Копенгаген, этого слоника она использовала в качестве подарка. Создавая фантазийные предметы, мастера компании Фаберже вдохновлялись не только предметами окружающей действительности, но и миниатюрной мебелью, изготовленной французскими мастерами в 18-м столетии. В мастерской Михаила Перхина был создан миниатюрный и драгоценный паршез. Этот паршез украшен эмалью гильяшей лимонного оттенка. На окнах из горного хрусталя выгравированы занавески, у паршезы открывается дверь, а ручки выполнены из слоновой кости. Существует предположение, что эта, казалось бы, ювелирная пизделушка могла использоваться. Дело в том, что ручки внимались, и их можно было использовать в качестве крючков для вязания. Рассказ о деятельности мастерской Михаила Перхина был бы неполным без упоминания так называемых изделий массового характера. Они продавались в магазинах компании Фаберже, и их стоимость могла варьироваться в зависимости от используемых материалов. Но клиент всегда был уверен, что все эти произведения выполнены с той же тщательностью, что и императорские заказы. К произведениям массового характера относятся настольные часы, рамки для фотографий и, конечно же, дамские аксессуары. Перед вами бинокль, украшенный розовой эмалью гильяше, и здесь вы можете увидеть характерный для мастерской Михаила Перхина орнамент из бриллиантов в духе рококо. Благодаря собранию музея Фаберже нам удалось прикоснуться к творчеству главного мастера компании Михаила Евлампевича Перхина. Его мастерская виртуозно работала как в современных, так и исторических стилях, а искусную работу отмечали современники на российских и европейских выставках. Дело Михаила Перхина продолжил его ученик Генрих Викстрим. Его работу вы также можете увидеть в собрании нашего музея, но о них мы поговорим в следующем выпуске. С вами была Мария Осипова. До встречи в музее!